Общественная мораль и ее влияние на развитие нации. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Скажи, воистину мой Господь наставил меня на прямой путь на правильную религию, веру Ибрахима, истинно единобожие. Он не был из-за числа многобожников. Сура Скотт, аят 161. Я свидетельствую, что на Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня, а затем цивилизованные нации и развитые страны – это те, которые делают соблюдение общественной морали образом жизни и не считают ее чем-то лишним или маргинальным. Ведь общественная мораль неразрывно связана с системой человеческих ценностей и нравственностей, что согласуется с учением нашей истинной религии, которая установила ряд общественных моралей, регулирующих отношения человека с его Господом и со всей Вселенной. К общественной морали относится гигиена. Ведь ислам крайне заинтересован очищением тела, одежды и места. Сыр Ишна Аллах Гавари 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 Одежды Ваши, одежды Свои очищай Сора завернувшийся, аят 4 Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, тоже сказал «Когда кто-нибудь из вас просыпается ото сна, пусть и не окунает руку в сосуд до тех пор, пока трижды не помоет ее, ибо ему неведомо, где ночевала его рука». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал «Остерегайтесь двух действий, за которые человек заслуживает проклятия». Люди спросили «А что это за действия у Посланника Аллаха?» Он ответил «Это действия человека, который справляет нужду на дорогах, по которым ходят люди, или в тени, где они сидят». «Между тем, ислам связывает сенсорную и моральную гигиену. Сенсорная гигиена является одной из причин моральной гигиены. Так, если человек сохраняет свое тело очищенным, то это причина для прощения его грехов». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, изрек, «Когда раб Аллаха, мусульманин или верующий, совершает омовение и мыть свое лицо, то все грехи, которые он совершил, глядя глазами, выходят с его лица водой. Когда он моет свои руки, то грехи, которые совершили его руки, выходят из его рук с водой. Когда же он моет свои ноги, из них вместе с водой выходят все прегрешения, которые они обрели шагая, до тех пор, пока он не становится чистым от грехов». Точно так же, как ислам озабочен частной или личной гигиеной, он и озабочен общественной гигиеной. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал «Очищайте свои дворы». При этом двори включают в себя двори домов, школ, заводов, форумов и общественных парков, а также дороги, площади и другие места, которые должны остаться чистыми. К общественной морали относится и уважение к установленному порядку. Каждое общество должно иметь ряд справедливых порядков и правил, способных контролировать поведение его членов, защищать право человека и обязывать всех выполнить предписанные обязанности, с тем, чтобы реализовать общественные интересы. Кто пристанно размышляет над положением развитых стран и высококлассных обществ, тот убедительно знает, что они достигли того, чего достигли, только путем уважения к законам и их строгого применения, что воплощает уважение чужих прав, принципа права в обмен на обязанность и факта, что люди должны обращаться друг к другу точно так, как они хотят, чтобы другие обращались к ним. Это и есть полноценная вера. В этой связи, посланник Аллаха, добра славит его Аллах и приветствует, говорит, не уверивает никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе. К общественной морали относится и общественное приличие. Ислам настоятельно призывает ко всему, что дисциплинирует человеческое поведение, возвещает чувства и сплачивает сердца согласно общим правилам, с которыми люди соглашаются, в дополнение к уважению обычаев людей и того, с чем они знакомы. Достопочтенный шариат одобрил все хорошее, что не отталкивает людей и запретил любые злонамеренные действия, которые наносят им вред. Аллах, слава ему и величи, говорит, «Алладзин еттабиун расулы, наби, алуми, аллази еджидунه мактубан عندهم в таврате вал инджил, ямурهم بالмакруфи, вайнхаهم عن المункер, вайхиллю лавуму الطайбати, вайхарриму عليهم улхабайф, которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором, они найдут в таврате, торе, и инджиле, и вангелии. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное». Соропреграды, аят 157. Общественное приличие требует, чтобы человек экономил на всем, одежде, еде и питье, а также отказался от порицаемого шариатом расточительства и неприемлемого внешнего вида. Всемогущий Аллах сказал, «Я бани Адама худу зинатакум инда кулли масджид, вакулу ва шрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббу л мусрифин». «О сыне Адама, облегайтесь в свои украшения при каждой мечети, ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных». Соропреграды, аят 31. Общественное приличие также требует, чтобы человек соблюдал назначенные сроки и выполнял обязательства. Аллах Всемогущ, Он и Великий, зряк, «Я айюга ладзина амину ауфу бил акуд, вот и которые уверовали, будьте вернее обязательствам». Сора трапеза, аят 1. Общественное приличие в движении, одежде и внешнем виде также должно быть принято во внимание. Джабри ибн Абдуллах, «Да будь довольна Аллах им и его отцом, передает, что посадник Аллаха, мир ему благословение Аллах, предупредил нас, лежат на спине, заложив одну ногу на другую». Пророк также сказал, «Если у одного из вас порвался ремешок сандалий, пусть он не ходит в оставшиеся сандалии, пока не почините эту, и пусть он не ходит в одном кожаном носке, хуф, и не ест левой рукой». Принимая во внимание чужие чувства, человек не должен издать какой-нибудь голос или поступить каким-нибудь образом, чего не одобряют другие люди. Ибн Абдуллах, «Да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, один человек крикнул в присутствии пророка Мухаммада, и он, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Избавь нас от своей отрыжки, поистине самому длительному голоду в сутний день подвергнутся люди, которые были самыми насытившимися при жизни». Причем отрыжка – это звук, который выходит изо рта в результате сытости или пресыщенности. Этот поступок, даже если он не запрещен, несовместим с общественным приличием, причем удобен тем, кто причиняет другим вред из-за употребления запретов, которые испускают неприятные запахи изо рта, или из-за нощения неблагоприятной одежды, им удобнее учитывать общественные приличия. К общественной морали относятся и обращение к людям добрыми словами. Сын Могущий Аллах говорит, «Ва кулли аибади я кулу лати хия ахсан, инна шайтана я нанзагу байнахум, инна шайтана кэнна ль инсане адува мубина, скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека явный враг». Сора перенес ночью, аят 53. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже поведал, «Доброе слово – это милостыня, это открытый призыв к произношению добрых слов и отказу от гнусных». Рассказывается, что «Однажды Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, проходил мимо людей, у которых горел огонь». Умар сказал, «Мир вам, о люди света, ибо он не хотел говорить о людях огня». К общественной морали относится и уважение чужой личной жизни, и отказ человека от вмешательства в то, что его не касается. Всемогущий Аллах говорит, «Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце все они будут призваны к ответу». Сора перенес ночью, аят 36. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, тоже говорит, признаком хорошего исповедания ислама человеком является его отказ от того, что его не касается. Вот, что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Вала Аллаху, Господу миров, мир и благословение и печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев исламы, одним из важнейших столпов общественной морали, способствующим развитию общества, является стыдливость. Это высокий исламский нрав, который не позволяет человеку делать то, за что его обвиняют, побуждает избегать всякого безобразного и защищает от небрежности. В этом контексте пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, показал, что стыдливость это одна из моралей, о которых говорилось в предыдущих небесных посланиях, сказав, поистине, дошло до людей из слов первого пророчества, следующее, если ты не чувствуешь стыдливость, делай, что хочешь. Кроме этого, однажды, посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, проходил мимо одного из ансаров, которые давали своему брату наставление относительно стыдливости. И посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, сказали ему, оставь его, ибо поистине стыдливость от веры. А также от Абдуллаха и Масуда передается, посланник Аллаха, мир ему, благословите Аллах, сказал, стыдитесь Аллаха в надлежащей форме. Сподвижники сказали, о посланник Аллаха, мы стыдимся, хвала Аллаху. Тогда он сказал им, не это я имею ввиду, истинная стыдливость перед Аллахом, это чтобы человек берег свою голову и то, что она вмешает в свой живот и то, что он в себе содержит, и пусть он помнит о смерти и испытании. Кто хочет будущей жизни, тот оставляет прекрасе этой жизни, и кто поступает так, тот стыдится Аллаха в надлежащей форме. А также стыдливость не мешает человеку допускать глупости, ибо у кого нет стыда, тому нельзя тормозить от ошибок. В итоге, ислам установил ряд благородных моралей, которых, как только любая нация придержится, она достигнет высокого уровня развития, культуры и прогресса. Таково было установление Аллаха, и не будет изменения в установлении Аллаха. Для нас лучше всего соблюдать нормы морали и применять их в наших отношениях. Таким образом, достигается счастье в мирской и загробной жизни. О Аллах! Дай нам придерживаться того, что полезно нам в мирской и загробной жизни.